Вадим Сергеевич, пару слов в матче. Что удалось, что не удалось? Радует то, что с каждой игрой уже есть больше позитивных моментов. Это, наверное, на данный момент самое главное, потому что команда практически 75-80 процентов новая. То требование, которое тренерский штаб дает игрокам. Не все получается пока, но для этого есть предсезонные турниры, предсезонные товарищеские игры, когда через эти игры поймать ту химию, те моменты, которые мы хотим видеть. Сегодня намного лучше, наверное, за исключением реализации, но это и есть понятно, потому что много молодых ребят, нет того опыта, который в завершающей фазе правильно поддействует. То есть правильно повлиять на бросок, правильно посмотреть на воротарях, где и когда. Эти моменты поправимы. Я думаю, что с опытом этих игроков придет. И тем более мы даем в этом предсезонном цикле, даем равноценно всем шести пятеркам сыграть. И после этого турнира уже остается четыре дня до начала матча открытия, и уже будут делаться выводы. И на тот момент, когда будет, наверное, играть сильнейший. Так что, хорошая пища для тренера. Сегодня так получилось, что много было игры и 4 на 5 шли в атаку. Это была такая остановка, атаковать привели в отборце? Или, так скажем, ребята импровизировали, старались себя показать? Ну, мы никогда не отказываемся. Есть момент, когда атакуем, конечно, почему нет там. То есть, в меньшинстве первый гол пропустили из-за этой ситуации. Хотели сыграть немножко по-другому, да. То есть, не нестандартно. И соперник нас за это наказал. Должен, да, игрок, который находится на поле, этот момент оценивать правильно. На ваш взгляд, такие предсезонные турниры, это больше себя показать или соперникам посмотреть, что в сезоне можно от них вытяжать? Мы от своей игры, да. Я еще раз повторю, что новая команда, новая команда. То есть, нам интересно посмотреть, как в стрессовых ситуациях будут игроки действовать, как играют. Тот же, да, каждая, любая игра, это лучшая, да, тренировка. Так что и тренировочного процесса на этом турнире практически нету, кроме одной раскатки завтра. И здесь, здесь хороший момент, когда можно отработать меньшинство. Ну, со стороны игра смотрелась, я бы сказал, равной. Потому что два очень сильных соперника. Все-таки, чего не хватило в самый последний момент, чтобы поймать их в другую сторону? Ну, хорошие вопросы и хороший ответ. Забитого. То есть, соперник наказал, а мы нет. Вы правильно сказали, что хорошие два соперника. Я думаю, хорошее сегодня, да, уже качество игры было намного лучше, чем вчера. Смогли Металлург чем-то удивить сегодня? Да нет, мы знали сильную историю, знаем игроков. То есть, понятно, что новый тренер, да. То есть, пока так сопернику, я думаю, что предельно внимательно не относились, именно не уделяли этому внимания. То есть, больше сейчас на этом турнире действуем от своей игры. Ну, наверное, рано еще говорить, да, о степени готовности команды к сезону. Или уже примерно какие-то выводы можно будет делать? Ну, знаете, рано, конечно. Потому что то, что я надеюсь, что тяжелый, да, вот этот график, пять игр за пять дней. Мы на это специально шли и привезли сюда шесть двеньев, шесть пятерок, которые будут задействованы равномерно на этом турнире. То, что нагрузка у одних больше, у одних меньше. Нам этого не хотелось, чтобы, да, равномерно нагрузить. Опять же, да, хорошая игра, хорошая тренировка вот на льду и подготовка, подготовка уже к чемпионату. То есть, ну, окончательная модель игры еще не выстроена, да? То есть, будут какие-то корректировки в любом случае? Конечно, конечно. Вы поймите, что каждую игру мы ищем лучшие сочетания, улучшаем, пытаемся, как мы видим. Не та химия еще, да. Я думаю, что каждому игроку, то есть, да, каждой линии все равно должна какая-то произойти, да. То есть, такая рабочая атмосфера, это химия, да, понимание друг друга. То, что самое главное, ребята выполняют тренерскую установку, а я думаю, что с временем это все придет. Молодые игроки оправдывают себя? Ну, я не люблю, как бы, хвалить, там, молодые, не молодые. То есть, у нас присутствует спортивный принцип, то, что, то, что сегодня молодежь и в следующих играх, то есть, будут играть, я думаю, они, они у нас в обоими, тем более те, те лимички, которые у нас есть, они будут с нами и будут помогать молодежке, да. Так что, радует на самом деле. Просто мы все прекрасно понимаем, что молодой возраст, он не всегда стабилен. Вот. И будем потихонечку, конечно, подключать, подключать. То есть, все это должно приходить с опытом, с опытом через игры, через те игры, которые уже пойдут за очки. Так что, все в их руках. То есть, можно сказать, что молодая кровь, команда новая, что, в принципе, такой вот задор, такой большой плюс на старте будет для команды. Ну, всегда молодежь быстрее восстанавливается. Для них, скажем так, авторитетов меньше. Авторитетов меньше, да. И, то есть, самое главное, то, что ребята стараются, могут, могут играть, не мучиться, как говорится, а играть, играть и показывать. Расти самое главное. То есть, мы, как бы, видим, да, то, что они помогут нам, а мы поможем и им, и все. Я еще раз повторюсь. Пожалуйста, выходите на лед, доказывайте. Неважно, в каком возрасте. Ну, да, все. Огромное спасибо. Удачи на турнире. И в сезоне. Спасибо большое. В сезоне. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова